Ловушка. М. Найташ Ямалана. Новый фильм, вызвавший споры после выхода. Сюжет о серийном убийце на концерте Леди Рэйвен, организованном ФБР, с целью его поимки из-за улики, найденной на месте преступления. В фильме много поворотов, но не чересчур ли. Концовка затянута и местами абсурдна. Стоит разобрать финал и понять, что произошло. Давайте начнем. Ловушка. Разбор концовки и обзор. Внимание! Видео содержит спойлеры. Объяснение концовки. В финале Купер оказался в ситуации, в котором он не мог выбраться со стадиона, потому что полиция задержала всех мужчин, когда они туда пришли. Здесь его пригласили к Леди Рэйвен и сообщили, что он виновник, и концерт был организован, чтобы его найти. Единственный выход был в том, чтобы он и Райли поладили с Леди Рэйвен, так как люди ей доверяли. Однако с Леди Рэйвен в доме Купера фильм принял мрачный оборот, и мы увидели появление Бутчера. Купер увидел незнакомку на концерте. Оказалось, это его мать, представшая перед ним безумной. Профайлер ФБР сказал, что у него, вероятно, была травма от матери и его часто принуждали в молодости. Поэтому он подчинялся только авторитетам и реагировал на них. Выяснилось, что Купер контролировал все комнаты, и поэтому он совершал убийства и удерживал жертв. Пока Леди Рэйвен выясняла, что случилось со Спенсером, человек, которого мы видели в трансляции и за кем следил Купер, взял телефон, пошел в туалет, позвонил водителю Джеффри, вышел в эфир и упомянул разбитую статую льва и синюю дверь. Это были подсказки о местонахождении Спенсера. Она сообщила это подписчикам, надеясь, что они найдут его, что и произошло. Когда Леди Рэйвен это сделала, Купер оставил семью в комнате Райли, чтобы они не мешали. Однако, когда он ушел, намереваясь сделать Райли следующей жертвой, семья в шоке стояла у гаража, узнав, что он серийный убийца. В конце фильма, когда Купер несколько раз исчезал, а Райли убегала, мы увидели эпизод, где он вернулся домой, и узнали, что его жена Рэйчел изначально считала его убийцей, и что она была причиной организации трэп-концерта. Она проследила за Купером в дом охраны, где нашла пустую веревку и петлю с правами на билеты. Это было сделано, чтобы выглядело как улика, оставленная убийцей, и заставить полицию расследовать. Она удивилась. Купер часто отсутствовал, а, возвращаясь, пах больничными дезинфектантами. Купер признался, что испытывал небывалое нервное напряжение. Им двигала не тьма, а страх никогда больше не увидеть своих детей. То же самое, что он чувствовал, когда Рэйчел отвергла его, теперь толкала его к ее убийству. Однако, дав ему кусок хлеба, она использовала то же вещество, которым он одурманивал своих жертв, чтобы манипулировать ими. Это значит, что у полиции было время войти, и в последний раз он увидел то, что принял за свою мать, говорящую ему, как она хотела в последний раз увидеть монстров внутри него. Но на самом деле это была не его мать, это был профайлер ФБР, живущий во тьме. Она знала, как с ним говорить, ведь именно она привела его в участок. Когда он ехал на велосипеде после нападения, мы видели, как он взял часть этого, а затем, оказавшись на заднем сиденье, использовал это, чтобы открыть свои сумки, и казалось, что он снова сбежит до конца фильма, показывая, что мясник не закончил работу и вернется. Концовка напомнила раскол, она была крайне нереалистичной. Купера тазером били, но он выдержал и даже вырубил копа. Да, тонально это было странно. Но улыбка в конце показала, мясник здесь и без частей жизни, что он так любил, семьи, детей. Ему не нужно разделять личности. Думаю, мясник захватил Купера, монстр вышел наружу. Он просто продолжит так дальше. Мой разбор фильма. Честно, я был очень разочарован этим фильмом. У Шьямалана обычно крепкие сюжеты, но тут их слишком много и без удара. Разочарование жены и ее вина не впечатлили меня. Я бы сказал, что почти чувствовал, будто этот фильм в каком-то другом мире, потому что все казалось абсурдным и нереалистичным в большинстве моментов. Например, остановка 3000 мужчин во время концерта выглядела так, будто что-то не происходит. Звезда Шоу едет в лимузине и входит в дом без охраны и вопросов. Такого бы не случилось. Медленный путь к машине после нападения на Купера дает ему взять велосипед и Райли поцеловать его. Даже заявление Купера и все, что он подслушал. Он казался почти призраком в некоторых моментах. Он мог попадать в ситуации, которые казались просто невероятными. Например, когда он был в лимузине среди людей и когда незаметно вышел из дома через туннель. Думаю, самым интересным в фильме была харизма Джастина Хартнета и раскрытие персонажа, когда он осознал, что арестован и ФБР не выплатит компенсацию. Его улыбка в конце, в полицейской машине, была такой, какой мы никогда раньше не видели. Это была настоящая улыбка, и монстр внутри него наконец вырвался наружу и взял верх. Последняя треть фильма, когда Купер, Райли и Леди Рейвен были у стадиона, казалась самой затянутой частью. Это выглядело нереалистично и, кажется, выбило меня из колеи. Не понимаю, почему Купер не открыл дверь туалета, учитывая его характер. Вместо этого он оставил Леди Рейвен в туалете, вел стрим по телефону и в итоге упустил преступников. Единственное оправдание его фактов и отсутствие авторитета было в том, что он оказался в ловушке между двумя жизнями, которые хотел удержать, и это его просто вытащило. Приятно было следить, как Купер узнавал все больше информации о происходящем на стадионе. Его паника и метание были заразительны, ведь публика не знала, справится ли он. Сравнивая с его последними двумя фильмами, для меня это, пожалуй, худший. Мне больше понравились «Стук в хижине» и «Время». Да, не сравнить. Местами было абсурдно и не оправдало ожидания от режиссера. Джош Хартнетт был, пожалуй, лучшим в этом фильме. Трансформация персонажа и понимание травмы, через которую он прошел, что не только убило его из-за внутреннего монстра, но и дало ему неудобную любовь к детям, которой у него не было, было очевидно. Он понял роль, и я его за это поздравляю. В целом, я был довольно разочарован этим фильмом. Он не оправдал моих ожиданий, хотя, честно, они не были высокими. Фильм длился 1.45, но казался намного дольше, особенно к концу. Изменение было несравнимым. Я так и не понял, почему Купер убил 12 человек, а профайлер FBR порой раздражал. Тем не менее, судя по моему глубокому обзору, Хартнетт и его игра были приятным моментом. Если вы этого не видите, не беда. Но если есть шанс, стоит посмотреть и открыть свой разум, Никогда не знаешь, может понравиться еще больше. Вот и все. Ловушка, объяснение конца и обзор. Если хотите,